Ты построил бизнес на идеи, очень много вложил туда себя. К тебе подходят на конференцию, вот как организатор, и говорят тебе спасибо, потому что вот здесь и здесь вы сделали это, а это подтолкнуло меня на такую-то дорожку. Потом кредит брал. Помню. Ну, где-то на границе с Грузией, с велосипедом. Как вообще сохранить себя? Блин, надо делать. Я ревную. Всем привет, меня зовут Лена Серегина. Вы смотрите второй сезон подкаста «Ближе к смыслу», и этот сезон будет посвящён исследованию того, как молодые технические, технологические люди становятся предпринимателями. И у нас в гостях человек, который сделал самую крупную в России, в СНГ, конференцию по продуктовому менеджменту. И знаете, как его зовут? Его зовут Юра Агеев. Привет, привет. Привет, Юр. Правильно я всё сказал? У нас очень много самых крупных чего-то в России. Да-да-да. Но по продуктовому менеджменту, да. Я очень горжусь, что знакомы с тобой почти с самого первого. Взаимно. Я очень благодарен тебе за помощь и поддержку. Слушай, расскажи, пожалуйста, как так вышло, что ты решил всё это сделать? Как ты это придумал вообще? Самый первый вопрос. Как пришла эта гениальная бизнеса? Да как? Слушай, ну, у всего есть предыстория. Я до этого работал в компании «Киноплан». Она базировалась в Ростове-на-Дону. И до этого у неё была предшественник «Точка кипения», тоже компания. Это была студия разработки, и из неё потом вырос вот этот продукт. И я начинал вот эти «Точка кипения» как мобильный разработчик. И плавно там перемещался между должностями. Там руководил сначала командой, потом отделом мобильной разработки. То есть ты писал код? Да, ну, вначале я писал код, да. Потом я был проектом, когда уже появился киноплан проекта. И потом, когда он выделился в отдельную компанию, я уже в нём развивался потом как продукт и как директор. Ну, вот продуктовая часть, она была вот у меня плюс операционка. То есть звучит так, что ты был как бы СПО плюс код... Ну, то есть... Ну, по сути, да. В трудовом кодексе есть штука, в которой прописываются обязанности. Вот, и, в общем, я её сам себе писал. И я действительно собирал её из двух частей, из СЕО и СПО. Понял. У нас собственник предложил такой, давай привезём кого-нибудь. А, мы были на какой-то конференции в Москве. По-моему, Саша Бендю, ему понравилось очень, как выступает. Говорит, его привезём в Ростов, устроим метап, и там ещё кого-нибудь, может, ещё одного-два-два-человек. Давайте. И потом он ушёл в отпуск. В августе у него традиция такая есть, он в августе в отпуск ходит. А я остался как бы за главного на тот момент. И как-то так получилось, что мне показалось, что, в принципе, раз уж пошла такая история, то можно сделать что-то большее. Посмотрел площадки, прикинул там экономику примерно, посмотрел по спикерам, кого можно было позвать, вспомнил, с кем я там знакомился на конференциях, туда-сюда. И, в общем, за месяц где-то мы собрали программу примерно на 20 спикеров. И, в общем, он возвращается, я говорю, ну, в общем, такая история. Хотел метап с одним человеком, конференция. Конференция, и билеты уже, в принципе, продаются, и кажется, что всё получится. А это был Ростов-на-Дону, например. Вот, и получается, что мы провели 8 октября 2016 года, и собрали 400 человек программистов в Ростове-на-Дону. 400 человек программистов. За деньги. Ну, типа, на самом деле, это копейки по факту, но, блин, для Ростова это был такой прецедент, когда просто люди заплатили за мероприятие. Всех, наверное, собрали, которые были там. И там ещё есть Таган-Рога, да, ну, в общем, из области. Слушай, а вот я так вскользь сказал, ну, прикинул экономику. Мне кажется, это, кстати, самое сложное. Вот при превращении идей в реализацию, это, ну, чтобы она как минимум была неубыточной. Да. У меня был порыв, просто за год до этого, в 15-м году, я решил, что мне надо знать экономику. Я поступил на залочку высшей школы экономики. Вау. Подожди. Окей. Я проучился первый семестр, сдал его и забил. Так бывает часто. У меня были какие-то познания, плюс ещё там финоплан, всякие уроки, и я просто табличку составил. Я не знал тогда, что это ПНЛ, я в общих чертах набросал его. И там какой-то таймлайн сделал. А вот скажи, ну, вот сейчас уже с позиции своего опыта. Вот, окей, у меня есть идея, я там что-то в интернете нагуглила, написала ПНЛ. Как понять, за какие деньги люди будут готовы это у тебя купить? Это прекрасный вопрос, да, потому что, собственно, возвращаясь к тому, откуда пришли конференции, потом тоже, когда я начал делать конференции, у меня этот вопрос точно так же встал. Но ещё в Ростове тогда это было действительно страшно, просто просить деньги. Ну, потому что, блин. Убьют? Ну, нет. Ну, блин, Ростове типа 2,5 тысячи рублей, это базовая, ну, стартовая цена была, это типа какие-то... Это очень дорого, мне кажется. Это было много очень. Типа зарплата была тогда, по-моему, 70, если не ошибаюсь. Ну, как бы, ну, там ещё за квартиру заплатить туда-сюда, и, в общем, 2,5 тысячи как бы заметно было. Тогда ещё, в общем, кальяны, как сейчас, они тогда не стоили. Ну, просто на этом ощущении, ну, а у тебя есть экономика? Ну, то есть базовая точка, от которой ты отталкиваешься, особенно с учётом, что конференция, да, это такой бизнес, связанный с эффектом масштаба. У тебя там есть чёткая достаточно крайнь, когда ты проходишь точку нуля, с которой ты, наконец, начинаешь зарабатывать. Ну, и, собственно, включается эффект масштаба, когда твои фиксированные косты, а у тебя косты разделяются на фиксированные и на переменные, когда твои фиксированные косты начинаются... Ну, они не уменьшаются, но при этом при пересчёте на отдельно взятого человека они уменьшаются. И это вот просто самое лучшее, что может начать происходить, когда у тебя, ну, то есть твоя стоимость площадки, оборудование, там, видео и прочее, она просто теряется в общем потоке. Ты начинаешь больше платить за еду, там, за мерчи и прочие штуки, но при этом вот эта часть, она уменьшается. И когда выбирается цена, когда я выбирал такую цену, я пытался как раз... Я не знал тогда про... Ну, как бы я должен был знать, потому что я учился экономически, ну, это не помогло, я потом это уже осознал. Вот, и я просто взял примерную стоимость, такой поделил, потом посмотрел на больших ребят. Важение. Да, просто чтобы отбить в ноль. Посмотрел на больших ребят, ага, там у них есть какая-то градация. Но тогда я тоже не знал, зачем они цены повышают. Но думаю, больше заработать хотят, нифига. На самом деле это единственный способ мотивировать людей покупать билеты, потому что они пытаются откладывать это на последний момент. И сейчас если разложить... В этот момент ты повышаешь ценник. Ну, ты повышаешь их периодически с какой-то градацией, да, чтобы стимулировать людей вот эту кривую такую. Когда там тоже включается экономическое понятие кривая спроса и предложения, чувствительность по цене, и люди, которые чувствительны по цене, в момент повышения цены перед... Они сразу... Они сразу бегут покупать. Такой long story short. У тебя были уже какие-то экономические знания, и так или иначе, ты очень... Ну, менеджмент и опыт, собственно, конференции. Но я еще до этого участвовал в ростовском сообществе как соорганизатор метапов, поэтому... Ну, от маленьких до больших. Ну, как бы больших. Ну, эту конференцию все равно ты сделал в найме, по сути. Да, у нас тогда... Ну, опять же, ее было гораздо проще делать, чем самостоятельно, потому что можно было использовать... Не использовать, а работать с ресурсами компании. Помню я, значит, весна 2018 года. Мне звонит Паша Шишкин и говорит, я тут в Калифорнию уезжаю, можешь выступить на конференции Product Sense для меня? Я такая думаю, конечно. И ты появляешься в Москве, причем вы снимаете какую-то огромную площадку. Да. Как это случилось? Вот между той точкой, как вы там в Ростове, 400 программистов... Ну, вот, да, потом же я стал директором, опять же, в ростовской компании, и в какой-то момент я понял, что директорство – это череда повторяющихся действий. Ну, и вообще я реализую идеи вот этого, взятого человека, и почему бы не реализовать свои, если у меня это получается. Прямо в аэропорту написал такой документ, примерно со всеми историями, типа, что я хочу сделать, что я предлагаю сделать, какая там экономика, какие потенциальные обороты там могут быть у этого, всего, что понадобится сделать, кто понадобится, какая команда, какие примерно там сроки дедлайны. Вот, закинул это Миша. Ну, так получилось, что где-то вместе я ждал ответа, не дождался, и, в общем, начал делать это в итоге сам. Потом все-таки получилось подключить Мишу, Дениса Бескова и Ваню Горшунова, такой совет организационный, всего мероприятия. Мы созванивались, они помогали со спикерами местами, вот, и там Бесков Денис еще помог даже с одним спонсором. Ну да, в 2018 году это в целом были такие как бы лидеры индустрии. Да, да. То есть в этом плане мне, конечно, повезло, что они вот своим таким влиянием каким-то включились в организацию. Смотри, мне кажется, очень часто люди именно на этой точке ломаются, когда вот ты выходишь в мир со своей идеей, хочешь ее реализовать, очень хочется для кого-то опереться, с кем-то обняться и вместе пройти этот путь. Да, я ездил в Москву как раз ради этого, по-моему, даже тогда еще там с тобой осенью встречали, не помню, в общем, то ли весной, то ли осенью это было, может быть, уже после конфы. Короче, у меня-то появилась задача как раз проехать в Москву и поговорить с людьми, ну, типа, вообще убедиться, я типа, них нихерню ли я придумал. И там мнения разделились, на самом деле. Ну, половина была, в принципе, да, класс, давай, типа, мы поможем, чем сможем, а другая половина, да, это херня какая-то. И вообще это сложно, долго, и ты можешь прогореть, и прочие вещи. И я такой, классно, да, было такое. Но, видимо, и такое мнение тоже полезно. Ну, конечно, полезно, но оно так с реальностью контакта возвращено. Заземляет, да. Ты рассказываешь, что ты Карпову предложил, он какое-то время не отвечал, и как бы вот это вот кто-то на кого-то так, пойдем вместе. Он исчезает, и ты такой, да, я сам пойду. Как ты вообще слушал, как это смочит? Я потом, да, рефлексировал это все, и смотрю на дату регистрации домена, это 26 октября 2017 года, это за два дня до моего дня рождения. А потом я еще вспомнил, что я там в вышку поступал тоже, знаешь ли, и тоже так. Короче, видимо, есть какой-то вот этот барьер, когда поступаете до рождения, надо сделать какую-нибудь херню обязательно. У нас в 2019 году конференция в Минске была, в мой день рождения. Так что... Слушай, круто. У меня, кстати, 26 октября, я называю это второе рождение. У меня в этот день тоже очень часто какие-то случаются такие... Переключения? Да, переключения. Может быть, это пере... Я не знаю, там... 26 октября. Запоминайте. Ну, а дальше, собственно, начинается история с тем, чтобы собрать спикеров. Но это было самой сложной частью. А аренда площадок? До этого далеко еще было. И так как я достаточно такой задротного типа человек, я составил табличку, ввел там 20 параметров оценки площадки, каждую площадку проскорил. Скоро. Да, то есть там вот такая вот история, вот это все восстановился на каких-то вариантах, чтобы понять по цене вообще, что это такое, ну, чтобы мне экономику построить. Потому что, ну, вот, да, надо же было быть хоть как-то уверенным в экономике этого всего. Я когда писал тот документ первый, я там прикинул, что, ну, типа, оборот будет там, ну, примерно, там, 4,5-5 миллионов. В итоге оказалось, что я немного промахнулся, это была себестоимость в тот момент. То есть оборот был больше немного. Ну, вот, и я это сделал как бы так вот, знаешь, над балды. И просто в холодную писал людям, типа, привет, такая история. Хочешь выступить? А если предложу? Это очень много, мне кажется, внутренней какой-то силы, наверное, уверенности в себе. Ну, я просто сидел, я сидел, френдил людей в футболке. У меня, думаешь, почему там 5 тысяч друзей? Не потому что я популярный, нет. Я просто была стратегия, да, френдить людей заранее, чтобы потом, когда ты будешь написать, а, ну, мы же друзья хуже. Один из моих клиентов пишет, слушай, отмени нашу встречу, там, я не смогу. И я потом 2 часа это контейнировала внутри себя, мне было хреново. А ты про... Про отвержение. О, да. Как? Как? Блин. Ретроматизирующая профессия. Слушай, я не знаю, как. Короче, для меня это очень большая проблема, несмотря на то, что я смотрел видео на TED, 100 дней отвержения, я был готов к этому технически. Ну, отчасти меня мотивировало в том числе и это, что вот есть такая история, что я понимал, что мне очень сложно писать на таком духе. Какая история, я не знаю. Там парень как раз боролся с тем, со своим переживанием на счет отвержения и вообще делал всякую хрень. Типа прийти попросить скидку, попросить что-то бесплатно, отправить там письмо в какую-то компанию мечты и прочие вещи. А там потом есть развитие, на самом деле, в этой истории. Какая-то девушка начала то ли стипендии так собирать, то ли еще что-то. И оказалось, что это работает. В смысле, что тебе не все отказывают? Не все, а совсем не все отказывают. Тогда у меня уже появилась самая мантра, отчасти, наверное, после работы с психологом появилась. В начале 17-го он начал как раз там по терапии идти. Ну что, отказывается вообще не про меня? Если тебе не отвечают, это тоже не про меня? Ну типа, я не знаю, про кого это вообще на самом деле. Про меня. Может, мне неудобно написать, может, человеку плохое настроение, может, он сейчас расстался с кем-то, ему плохо, может, он работает. А что за мантра как-то звучит? Ну вот это вот, так оно как-то звучит, что это типа, ну, я не знаю, что там происходит на той стороне. Все, что я могу сделать, просто отправить свое сообщение. Класс. И просто надеяться, что оно дойдет, человек найдет его в добром здравии. Это все, знаешь, как-то... Вот если в фильмах зачитывать какие-то письма с 19 века, пишу вам и надеюсь, что вы в добром здравии, и туда-сюда. Да, как бы уже так очень, мне кажется... У вас психологическое здравие позволяет. Да, позволяет вам читать его и вообще адекватно реагировать на происходящее. Если сейчас вообще так очень быстро перемотать пленку и из этой точки посмотреть на весь бизнес немножко назад, есть ли какие-то вещи, которые ты принципиально по-другому делал в начале? В начале? Да. Так. Ой, не знаю. Прямо в начале... Что, да я же потом кредит брал? Вот я помню. Если бы я знал, куда все развернуться, я бы не брал кредит, потому что в итоге он мне не сильно понадобился, к счастью. Но потом я выплачивал еще 4 года. А этот кредит, по сути, такой? Потому что я боялся, что... Ну, то есть как... У меня был настрой такой, что я в любом случае сделаю эту конференцию. Просто чтобы проверить свои силы. Вот для меня... Москва еще тогда, да, для человека провинциального. Особенно Ростова-на-Дону. Ну, типа, я все у нас сделаю. И это, в принципе, заплачу. Ну, если провалюсь, то как бы, ну, у меня еще зарплаты есть, я как-нибудь потом расплачусь с этим всем добро. Мне друг подсказал, что надо считать сценарии, в каком ты там выигрываешь что-то, в каком ты там... В среднем сценарии и так далее. В итоге я там пять или шесть насчитал. Сейчас я уже по три считаю. Нет нужды в стольких сценариях. Вот. И там взял за основу условно сценарий там... Ну, условно, третий или четвертый, который был там пограничный между нулем и там минимальной прибылью. И такой, ага. Ну, вот расходы такие. Может быть, мы выручим вот столько, если все пойдет не очень хорошо, то хотя бы столько вы... Сколько денег еще надо? Ну, это типа кредит на бизнес был? Или... А, просто... Просто был кредит. Ну, я почитал, так можно делать. Ну, и вот. И я, собственно, взял тогда там, по-моему, три с копейкой миллиона. Ну, это были какие-то такие вау-деньги. К счастью, они все были на карточке. Но я бы никому не советовал. Да? А почему? Ну, и тут личные деньги, и личная ответственность. Вот этот кредит-то, то есть непонятно, если бы его не было психологически же сложно, сложнее же было бы, или как? Да. Но ты думаешь, что все равно не стоило бы раньше? Ну, как бы не? Ну, видимо, стоило. Ну, по-другому я не знал, как сделать. Типа, ну, меня видишь, у меня определенный уровень тревожности как раз за счет того, что я... Там и сценарии мне очень хорошо заходят, потому что я тогда вижу, что вот это, вот это, вот это. И я понимаю, что есть отвратительный сценарий, в котором я вынужден буду положить эти деньги, потому что я хочу это сделать. И вот это для меня спокойствие. Я больше наблюдаю среди там фаундеров такое расслоение. Есть те, кто просто закрывают глаза и фигачат, и как-то вот на этой энергии они дотаскивают, и очень круто получается. Вот. А есть те, кто, окей, у них там, может быть, есть какие-то истории успеха, но они склонны много анализировать сценариев. И если они видят высоко вероятный, просто вероятный сценарий не успеха, они такие, нет, мы это делать не будем. Вот у тебя как с этой историей с сценариями? Конференция – это такой бизнес, который очень сильно привязан к событиям и к людям. Ну, события, в смысле, как зафиксированного времени, дата, места и так далее. Ну, и люди, которые приедут на него или не приедут на нее, которые тоже как бы сначала дома сидели, а потом разъехались, и часть не вернулась. С одной стороны, там, 6 лет спустя есть определенная уверенность, там, бренд какой-то и прочие штуки, но с другой, если вот этот первый базовый слой, там, ощущение безопасности у людей, желание вообще инвестировать в развитие, если он не работает, то там все остальное уже как бы пофиг, потому что они просто не придут к тебе, им не до этого. И это было видно в прошлом году, когда у нас конференция была через 3 недели после мобилизации. Йоп, РСТ. Людям точно не до этого сейчас. И мы 3 недели, у нас практически ноль продаж было, меняли билеты с мужских на женские. Честно тебе скажу, короче, со стороны я не понимаю, как вот, ну, ты построил бизнес на идеи, на очень много вложил туда себя, вот сейчас ты рассказал. И тут что-то сверху такое, раз, и наступает на тебя, и идет дальше, а ты такой. И вот как ты вообще в этом был, и есть, оно остается ли в тебе? Слушай, ну, это же было уже второй раз. Первый раз был ковид. Примерно в те же даты. Там на неделю позже чуть было, и в ковид у нас получилось так, что я читал еще тогда новости в Твиттере, там на неделю вперед в Калифорнии все происходило на самом-то, ну, по наблюдениям по моим. Я такой думал, блин, ну, наверное, они слишком паникеры. А потом казалось, нет, они не были слишком паникерами. И, короче, такой, блин, что делать? Ну, тогда просто мы пивотнулись в курсы и как-то прошли через это все. Плюс там мероприятие дополнительное они сделали, там с людьми поговорили, объяснили ситуацию и так далее, и так далее. Ну, в общем, продолжили работу, но уже в другом формате. И на самом деле тот год мы вышли по деньгам чуть меньше, чем прошлый, но при этом маржинальнее гораздо. Потому что онлайн более маржинальная история. Курсы. Низких конкретно. Ну, как? Вот, кстати, насчет курсов. Давайте, ставьте, да, я сейчас про курс. Спасибо. Спасибо большое. У нас появились стаканчики. Насчет курсов. Ты такой, ну, пивотнулись в курсы. Насколько я знаю, ваш курс по продуктовому менеджменту. Мышлению у нас назывался. Мышлению. Он тоже в каком-то топе, причем в нормальном таком топе. Он был там. Блин, ну, расскажи, где он был. Ну, слушай, ну, сейчас сколько мы уже не делаем его. Вот это как раз... Там было два этапа закрытия компании, который я пытался... То, с чего мы начали про это говорить. И в 21-м году я потом это все прикрыл. Но начинали мы с мое 19-го с бесплатных действительно курсов продукт-майнсет, продуктовымышления. И поэтому, когда в 20-м году мы столкнулись с тем, что мы не можем пройти мероприятие, у нас уже были какие-то наработки. Но это все было бесплатно. То есть мы целый год делали бесплатный курс, мы свои деньги туда закапывали в надежде, что через несколько лет это даст какие-то плоды, и это сработало. Мне, кстати, кажется, что вот это очень сильно про вашу бизнес-стратегию. То есть у вас же очень много бесплатных, реально полезных материалов. Вот мы как раз 20-й год весь посвятили, ну, с одной стороны, курсам, конвертированию в платные курсы. Мы тогда запустили там для middle product-менеджеров, потом для senior, потом по стратегии, по people-менеджменту, по обратной связи, технические навыки product. А сейчас я смотрю, они все перезапускаются, снова эти курсы, но уже дорогими людьми как у вас. Вот. И на другой стороне был контент. И мы в 20-м году начали активно вести наш блог. И там, по-моему, почти два года мы его очень активно вели, написали кучу гайдов. Там целая книжка есть на 120-130 страниц. Вот. И да. И мне кажется, ну, вот эта часть, она действительно там была вирусной, по-хорошему. Ковидный так вот. Такое ощущение, что в ковид мы все равно все сплотились, просто все ушли в онлайн-реальность. Да. То есть не было ощущения какого-то вот конца, упадничества. А в феврале 22-го все чуть по-другому было. Да, совсем. Потому что реальность, в которую нужно было тоннеллировать, была неизвестна. И тоннель тоже был неизвестен. И вот, ну, а ты делаешь как бы бизнес, который, смотри, сам рынок айтишный, продуктовый, что с ним, но он на какое-то время замер полностью. А на нем как бы стоит твой оффлайн-продукт, который тоже там, типа, кто пойдет на конференцию, они все стоят в очереди в Шеремице на паспортном контроле. Или там на Верхнем Ларсе, или как там там, ну, где-то на границе с Грузией. А, да, да. С велосипедом. Да. И как в этом состоянии вообще сохранить себя? У меня долго достаточно преследовала идея того, что надо делать что-то еще. Казалось, что конференция это не классный бизнес. Вообще это не бизнес. Что там какие-то там деньги вот эти вот, но они смешные, типа, и вообще, ну, короче, вот это все. И я так, потом уже я, конечно, задумался о том вообще, откуда у меня эти идеи, но, в общем, я такой впал достаточно... Ну, я еще задолбался работать очень много, типа, у меня там было по 12, по 4 часа в день. Наверное. Я просто... Плюс мы начали планировать конференции, а тут еще одна волна ковида. Я такой, сколько можно? Я такой, все, ну, нахер, просто закрывают это все. И вот там весной... Ой, в середине лета я просто такой, все, ребята, извините, я закончился, давайте... Потом, через какое-то время, я такой, все равно, может быть, в следующем году мы что-то попробуем сделать, но пока не знаю. И, в общем, осталось со мной там пару человек на партайме, а я сам учился не работать. Оказалось, что это очень сложно не работать. У меня всего был один день, когда я просто сидел и играл. А что случается, когда ты не работаешь? Ну, я как-то тревогу, что я что-то упускаю. В итоге я там зимой где-то как раз, ну, конференция-то есть. Блин, что, не пропадать же ей. Давайте попробуем хотя бы в проектном режиме ее сделать. Типа написал ребятам, что там как, у кого, может, подключитесь. Окей. 24 февраля утром как раз девочка из Питера приехала, новый менеджер. Я иду на встречу в каворкинг, читаю новости. Вы отменились сразу? Ну, почти, мы там через несколько дней, когда уже стало понятно, что это, типа, надолго, скорее всего. я тогда ушел в чтение там по геополитике, макроэкономике, чтобы хоть как-то попытаться, не то чтобы объяснить, но вообще понять, как мир работает, как он работал до этого. Не понял. И в начале апреля я просто такой, блин, вообще зачем это все? В смысле, я же уже пытался это закрыть. И сейчас я, кажется, готов это сделать. Просто, ну, типа, выбелиться вот из этой части, связанной с продуктом, с конференцией, просто закрыть, и пускай она там. Ну, у меня была тогда задолженность там порядка трёх с половиной миллионов. В принципе, ну, билеты, а успели тогда продать, всё-таки, тоже немного. Ну, типа, верну их, у меня какие-то деньги останутся, и что-нибудь придумаю, наверное. Я проходил с этим, получается, полтора месяца в этом состоянии таком, типа, что всё, я закрылся, может быть, продам, но если не продам, пофиг уже. И как-то просто смирился с этим. То есть, просто, ну, внутри себя я это, типа, отпустил. Там был ещё семинар Геннадия Константинова, там, по личным стратегиям, он на него тоже сходил. Семинар потрясающий, к сожалению, его невозможно уже посетить, потому что Геннадий в прошлом году умер. Ну, вот он потрясающий в том, что он позволяет там заглянуть в перспективу будущего, какую-то свою собственную, на самом деле. Которую ты выбираешь. Которую, да, которую ты видишь, которую ты выбираешь. И наверное, это было первым шагом такой реабилитации, это было где-то через месяц, полтора, наверное, после этого всего. Потом мы с другом поехали в Карелию, там очень много гуляли, там сидели над озером, и я тебе, по-моему, тоже рассказывал эту историю про приход, когда ты просто сидишь и понимаешь, что, типа, блин, ну, вообще, я тут достаточно временно, а вот эти камни, и вообще там, посмотри, там на камни, елка растет, голый камень. Понятно, что я просто не вижу землю, но она там растет. И вот эти волны небольшие на лозере, это там ладога была, оно все есть, и оно было задолго до меня, и оно будет сильно дольше после меня. И вообще, типа, как-то вот такое, знаешь, соединение, да, просто такой, блин, вообще я часть этого, я, они, типа, мы все вместе, и люди все вместе. Ну, такой, знаешь, такой вот приход случился, и потом мы на обратном пути просто заехали в Завидово, там тоже гуляли, и я такой, блин, надо делать. Такой опять пишу, ребят, привет, что делаете? Может быть, еще раз попробуем? Такие, да, давай. Есть мечта какая-то, и она там, не знаю, может быть, про свободу, про реализацию своих идей, там, про бизнес. И вот ты ее реализовываешь, а потом обнаруживаешь, что ты как будто немножко ее заложник. Я просто тоже это проживала, и вообще, на самом деле, у меня это, я тебя слушаю, думаю, блин, я тоже постоянно задалбываюсь, говорю, все, я, короче, ухожу, и это, в общем, касается, на самом деле, и работы, и отношений. Вот, и не все могут его держать, потому что они так, ну, два раза ты человеку на травму отвержения нажмешь, третий раз он такой, да, лети, ты, я вообще пошел сам. Вот, и, а ты же потом, как бы, соединяешься с березками, с осинками, и волными, я знаю, это очень хорошо. Чувствую, что ты часть этого, и такой, а давайте еще раз. И вот, ты понимаешь, мне кажется, что это какая-то вообще интересная, какой-то процесс, и, возможно, он творческий, вообще, возможно, это и есть то, через что можно творить, рождать новое, перерождаться. соединение или что? Да, но вот это вот, как бы, зарождение идей, зарождение мечты, там, окей, мечты, что мы проведем конференцию в условиях, вот, в текущей ситуации, тоже мечта, вот. Ну, с конференциями, там, какая штука получается, что, ну, почему вообще, ну, как бы, помимо вот тех причин, которые вначале писал, да, почему я в это верю, к тебе подходят на конференцию, вот, как организатору говорят, спасибо, это одно, да, когда тебе подходят, опять же, там же, и говорят тебе спасибо, потому что вот здесь и здесь вы сделали это, а это подтолкнуло меня на какую-то дорожку, человек все сам делал, ну, просто чувствуешь причастность к чужой жизни, такой, блин, знаешь, я еще что-то за собой наблюдал, что я забываю иногда, зачем я что-то делаю. Просто в процессе существует? Просто в процессе, да, ну, просто продолжаю существовать, и вот эти моменты, знаешь, такого реконнекта, да, реюнион, да, они напоминают очень сильно тебе о том, вообще, почему ты это делаешь. Может быть, не в какой-то своей глубинной, да, не в терминологии, там, целей, денег, или чего-то такого, а просто тому, что, блин, это же классно. Я знаю, что там ты ходишь на терапию, и сколько ты лет довольно жестко медитируешь. Я перестал медитировать. Да, у меня был период, когда я решил, что мне надо, типа, тысячу часов медитировать. Почему тысячи? Часов красивые. На самом деле, я год сначала был, потом такой, давай, два могу, и потом такой, ну, давай, до тысячи. Вот, и, да, типа, час в день медитировал, было дело. Это довольно популярно среди, вообще, предпринимателей, работа со своим мышлением. но я сама, вообще говоря, 10 лет в терапии с разными, то есть я ухожу, там, искали это, возвращаюсь, и идти там, медитациях тоже, но при этом всём, я, смотри, не понимаю, где курица, где яйцо. А. Типа мы идём в это, потому что у нас появляются свободные деньги и время, или это действительно... Терапия или медитация? Ну, медитация в целом бесплатная, хотя у меня платное приложение. Да. Ну, вот, как бы, это, что, что это даёт, и что это для тебя, мне очень интересно узнать. Я ещё раз наговорюсь, я последний, наверное, года полтора регулярно уже не медитирую. Что мне это далло? Для меня это было, вот, если возвращаться к вопросу терапии или медитации, для меня медитировать раньше, на самом деле, немножко раньше начал, опять же, Headspace там появился и так далее, потом была терапия, там, с 17-го года, по сей день. Для меня медитация оказалась, знаешь, таким дополнительным, опять же, я никакие курсы там не проходил, поэтому я не знаю, как это на самом деле. Может быть, это было не медитация. Да, может быть, это было не медитация. Как это понять? Потому что час в день тупо сидел два года, там, или сколько-то, и такой... Ну, ты дышал? Дышал. Всё, индирую. Короче, для меня это было, знаешь, знакомством с собой, потому что наблюдение за тем, что происходит в голове, но попытка не улетать за мыслью. И в итоге это привело к тому, что повысилась способность, наблюдать за собой, уже в быту, на самом деле, что я замечаю, что я реагирую. Вот так-то. И вот упомянула, например, про триггеры, отвержения. Это просто вообще... Не то чтобы... Да, это жесть, во-первых. То есть, когда я в прошлом году начал с ними вновь сталкиваться, я просто не понимал, что происходит. Первый пару раз, когда... Ну, это забытое чувство, когда ты начинаешь натыкаться на свои больные точки, связанные с отношениями романтическими. Просто первое отвержение сносит просто всю психику, все защиты... Эта защита есть, на самом деле. Она просто все рациональное к чертовой матери. Ты такой сидишь. Вот потом тоже сидишь, такой, что это было вообще? И после этого, когда вот эти яркие, самые первые, там проходят, как раз этот эффект наблюдения, он такой, ага, я замечаю, что я реагирую вот так-то. И для меня медитация, это было таким, знаешь, каким-то регулярным знакомством с собой, вообще, что крутится в ГАЭ, плюс проработка и навыка наблюдения, который потом просто начал... Он остался, к счастью, сейчас. Я периодически там медитирую, когда мне там становится либо совсем плохо, либо я вспоминаю, такой, блин, я что-то давно не медитировал, надо посидеть. И опять же, знаешь, такое-то... В каком-то случае, в каком-то смысле, это такой реконнект с собой. Опять же, ты сидишь там несколько дней, вот полчаса такой посидел, так, ага, вот понятно, о чём я сейчас думаю в последнюю неделю, что меня тревожит. Как думаешь, практика медитации, она является чем-то, ну, какой-то частью твоей суперсилы? Ну, частью бизнеса, например. Думаю, да. У меня девятнадцатый год просто прошёл очень стрессово, именно в плане работы. Я попытался много сразу конференций запустить, там была одна такая не очень успешная конференция, минус 20 тысяч долларов. Опять же, там не двадцатый год такой был. После этого, когда я как раз в двадцатом начал медитировать, количество стресса начало уменьшаться, не потому что я пытался его уменьшать. Это очень сильно влияет на отношения с командой, какие эмоции я проявляю, чувствую ли я, что я вот тут сейчас давлю, чувствую ли я, что я подъёбываю. на таком уровне пассивную агрессию какую-то замечать свою собственную или чувствовать то, что происходит у другого человека лучше. То есть развитие, да. Вот это всё, это про наблюдение. Вот интимность вообще не рабочая. То, что ты сейчас рассказываешь, это какая-то близость, интимность, то есть что я чувствую твоё состояние, оно мне важно, я как-то с ним справляюсь. В то же время я сижу, думаю, представишь, что мой парень приходит и рассказывает мне, что вот он там чувствует своих коллег, мне даже уже пофиг, какого в них пол, я ревнуюсь. И приходит как бы критик и говорит о рабочих отношениях, мы только работу работаем. А, да. Что с этим делать вообще? Как вот это... Я тоже этот вопрос постоянно задаю людям в подкастах. Ну, блин, это правда. А с другой стороны, ну, в смысле, это так. На работе мы работа работаем. Опять же, вот та часть про наблюдение, мне кажется, она тоже здесь играет такую серьёзную роль, чтобы в какой-то момент понять, что достаточно. Идти дальше. Ну, то есть я вот, вот моя граница здесь, заботы о тебе, о твоём состоянии, а ещё есть моё состояние. И оно сейчас недовольна. Эта часть очень сильно пресекается с моим последним увлечением с яхтами. И буквально вот последним походом на Новый год у нас там было три человека с опытом. С опытом яхтинга? Да. Один капитан, девушка получила право в прошлом году, и две девушки, которые ходили на гоночных... Но капитана был ты. Ну, капитана был я, да. Но девушка, у неё был запрос получить опыт. И, соответственно, я пытался как-то реализовать. И две девушки, которые имели опыт гонок на более лёгких судах. И в целом это окей. Да, это на самом деле очень классно, когда люди знают что-то. Но... И вот моя внутренняя вместимость стресса... Чужая экспертиза? Ну, не то, что чужая экспертиза, а того, что люди пытаются постоянно говорить, постоянно советовать что-то. Она достаточно ёмкая. Но наступает момент, когда она заканчивается. И это случилось как раз, когда мы запустили тренировочный процесс, начали крутить повороты под ветер, туда-сюда. И я вижу, что каждая пытается что-то там советовать, что-то делать. И я просто понимаю, что может уже становится немного опасно. Потому что, ну, некоторые советы не очень продуктивные, во-первых. Во-вторых, громко, и теряется сам эффект обучения. Потому что, когда все что-то делают рандомно, ну, это плохо работает. И в итоге, ну, в какой-то момент у меня закончилась моя оперативная ёмкость этого всего. И просто, опять же, проявление недовольства, но при том какого-то конструктивного, через наблюдение, так, всё, типа, вот здесь всё достаточно. Давайте вот теперь вот так, так и так. У нас вообще должна быть субординация, потому что, иначе люди не знают, что делать. Потому что, типа, если таксель, что-то правый, правый, левый, и какой момент его отпускать и дёргать, ну, это уже тоже... А вы по вечерам там или как-то... Мы этот, мы нет, мы этот, вот прямо там же на месте мы это всё обсудили. А, то есть, у вас подпишись. У нас просто уже к этому моменту был третий-отвёртый день, у нас уже выстроились отношения, когда мы были открыты друг к другу, и просто можем выпускать, вот это вот так. И всё. И это тоже пронаблюдение в каком-то смысле. Да, это пронаблюдение. И вот к вопросу про работу, да, что ровно до того момента, пока на лодке всё происходит относительно безопасно, ну, можно позволить и свободу, и там проявление каких-то там других эмоций и прочее. В тот момент, когда начинает быть или некомфортно мне, а если мне некомфортно, а я капитан, то я же за всё это отвечаю, я не могу в этот момент получить какой-то эмоциональный перегрев, потому что, ну, мы вообще-то в море, там ветер дует, волны, я не хочу. Страшно, да. Я вот не решилась поплыть в море. И то же самое на работе, да, у тебя, ты, ну, за бизнес отвечаешь, у тебя зарплаты, там, даже если не зарплаты, у тебя контракты с людьми, у тебя подрядчики, с которыми ты работаешь, и если допустить то, что вот проявление эмоций не сработает, какое-то твоё, например, недовольство или гнево, то к чему это может привести? Лучше их выпустить. Они потом всё равно взорвутся. Это правда, это правда, они взорвутся. Они взорвутся, а ты ещё и недоволен будешь, что тебе сделали не так, как надо. И наблюдение за собой в этом плане, конечно, просто палочка-вырчалочка. В рабочих отношениях пока всё нормально, вы всё равно находитесь в каком-то таком слиянии. Ну, типа, ты... Команды мешан. Да, да, ну, то есть твои границы не так важны, и их тоже, что вы больше, больше открыты к доникновению состояния друг друга. Я сейчас просто добавлю, ну, просто твоя, видимо, потрясающая строчка есть. Mistaken, my kindness for weakness. Да, воспринимают мою там доброту, и вот эту границу главное не проходить. Когда люди, особенно в работе, и если у вас не... ну, как бы вы не так долго работаете, они могут начать эксплуатировать это всё. И вот эта граница, как раз, она вот, её бы важно чувствовать, замечать. Я хороший человек, у меня там кто-то заболеет. И за собой, да, и за другими. Потому что, ну, вот очень долго, до того момента, пока я не начал проявлять недовольство, ну, я и сейчас пытаюсь, на самом деле, людям угождать. Я замечаю, я к счастью замечаю, и могу вовремя остановиться. Но вот эта часть, да, там, особенно в маленьких командах, когда ты пытаешься пощадить чьи-то чувства, и, ну, до определенного момента стоит это делать. Но в какой-то момент это вредит уже не только тебе, это вредит другому человеку. А есть такая история, что к тебе приходят работ люди, которые фанаты твои? потому что, слушай, и фанатки. Ну, давай честно скажем, что ты так, в целом, успешный и секси. Спасибо. Вот это признание. И да, идеализация есть, она в ходе? Нет? Нет. До работы. Или ты их не берешь таки? Ну, это же было тот момент, когда я собирал ином команду, меня мало кто знал, все это было. Это старые, как бы, ребята. Вот, а те, которые вот в прошлом году приходили, ну, что-то там слышали, уже плохо. Какие-то подкасты там, вот это все. Эта часть, то есть, если там, ну, фанаток не было точно, вот, но часть про то, что люди со мной знакомые, удаленно, мне кажется, очень сильно облегчает мне жизнь. Ну, плюс-минус у людей с каким-то личным брендом бывает такая история, что на идеализацию к тебе приходят в команду, на этой волне, и потом, безусловно, ты проживаешь, ну, разочарование. Это у меня так. В отношениях личных там такая же, по твоим наблюдениям, динамика, что, когда все окей, можно немножко забить на свои границы, а когда кризис лучше, их более четко выстраивать и как-то открыто говорить. Или там не работают законы, вот это, выстраивание команды. Хотела бы я знать. Ну, я знаю, тоже хотел бы этого спрашивать. Слушай, я думаю, кстати, ты интересно про команды сейчас вспоминала, там же, блин, забыл этого чувака, короче, схема вот эта расхожая, про то, что там есть цикл образования команды, да, там норминг, сторминг, а нет, форминг, сторминг, норминг, перформинг, и потом еще джернинг есть, типа распад. Вот, вот мне сейчас стало интересно, есть ли такое что-то в отношениях? Ну, гештальтерапия, похожая. Кривая? Кривая, ну, название, наверное, можно их аналогией провести. Интересно, почитать. Я в теме отношений, вот, несмотря на там 7 лет в терапии, не разбирался, сейчас скажу, до последнего года. Так получилось. Ну, меня все время интересовали какие-то вопросы, связанные с работой, с командой, опять же, с поиском смысла. Я не знал тогда, что это называется поиском смысл. Вот это вопрос, а что делать дальше? Потому что то, что делать, это говно какое-то. Возвращаясь к теме проявления недовольства, вот его, вот конкретно для отношений у меня это очень сложно. В том плане, что у меня там происходит моментальное слияние, с моей стороны точно, что я начинаю забивать на какие-то там свои дела, там перестраивать планы, там вообще пам-пам-пам-пам. Когда оно замечается, а вот здесь как раз наблюдение почему-то не сработало. Оно сработало, типа задержкой в 2 месяца. Угу, уже поздно. Ну, как бы не то, что поздно, но уже успело накопиться. Накопиться недовольства внутреннего, которое просто, ну, одной из ссор там точно прорвалось. Да, внутреннее недовольство, то, что ты предаешь себя по сути. Ну, я промял, прожал свои границы, да. То есть, если они вообще были. Да, но как бы ты не критикуешь ситуацию. Да, нет критики. Да, У меня просто такая же история, то есть, я тоже ухожу, на самом деле, быстро в слиянии и забиваю на свой структурированный день. Вот. И интересно, как ты думаешь, есть ли какая-то связь между падением вот в эту вот гиперблизость такую и вот то, что вначале тоже заметили, то, что в какой-то момент мечта становится тюрьмой. В прошлом году я как раз начала очень плотно интересоваться темой проекции. Это такой психологический термин парам-пам-пам, да, то есть, то, то, что мы видим, там, не знаю, стакан, стакан. Ну, кажется, объективно, что это стакан с водой, да, но опять же, а, вот класс, он наполовину полон или наполовину полон. Короче, мы видим все вещи по каким-то внутренним принципам, то, как они отразились на сознании, как там потом перемешались с учетом нашего прошлого. Вот, собственно, это есть проекция, то, что мы там видим в окружении. И если говорить там про историю с там с воспринимательством и прочими вещами, почему вообще я там начал этим заниматься? Потому что мне казалось, что это единственный правильный путь. Что вот есть образ предпринимателя, и он там, их любят, их там ценят, лелеют, и вообще они классные, крутые, все сильные, у них деньги, там, прочие штуки. Мне кажется, опять же, рефлексировал на эту тему очень долго, что я в этом как раз увидел спасение для себя. в плане вот те защиты, которые там в глубине меня живут, они увидели дорожку типа в том плане, что вот если сейчас я пойду по ней, то есть как бы до этого я шел по пути менеджмента, и тоже не просто так, рефлексивно. То, что это круто. Не то, что круто, потому что это про власть, про влияние и на людей, и на то, что ты делаешь, да, то есть там есть креативность составляющая безусловно, что мне хотелось что-то больше создавать, но и надо понимать, что там скорее всего была часть, я вижу, по крайней мере сейчас, часть была про безопасность. Если я руковожу людьми, они не могут меня отвергнуть. А вот так вот. Вот так вот. Ты встаешь позицию. Хоба! Теперь, понимаешь, это то же самое. Для меня это было каким-то таким тоже историем про еще большую, еще больший контроль, когда никто не может мне сказать. Никто не может тебя уволить, кроме тебя. Никто не может меня отвергнуть, радикально, никто не может меня отвергнуть, все. Типа я выпилился из системы. Ну как? Тебя могут отвергнуть. Пускай попробуют. Не купят у тебя. Не купят, ну и другие купят. Надо понимать, что это проекция. Да, да. И с ней можно поспорить, действительно, ее можно обстучать, увидеть, что действительно здесь как бы ты меняешь работу на одного, на компанию, на одного человека, на работу, на много людей. Плюс тебе надо платить зарплату. Да. Есть ли в этом безопасность? И это тоже было потом, ну как бы открытием, на самом деле, через два года после начала работы, что, а, у меня еще есть тревога теперь ответственности перед другими людьми. То есть раньше у меня была тревога от того, что меня могут отвергнуть. Теперь у меня есть вот эта часть, такой, блин, туда-сюда. Теперь есть страх отвергнуть других, да? Плюс еще вот про то, что мы говорили про баланс чувств, переживание границы, опять же, на работе. Ну, блин, да, мне не классно, что люди, мои люди в команде про меня думают, что я мудак. Ну, а мне иногда приходится быть мудаком. Ну, блин, а что делать? А мне не классно. А дальше еще часть про вот то, что делать что-то еще. Это тоже образ вот этого стартапера силикона удаления, что там вот это говно, чем я занимаюсь, конференция там, да, там, а вот чуваки нормальные вещи делают. Да, сто процентов. Я тебя понимаю, ну, пусть у меня такая же история. Да, это проекция абсолютно. Откуда она, я просто какой-то момент задался вопросом, откуда она взялась? Я не, это не я придумал. Она откуда там взялась? Я начал выковыривать ее. Кто-то положил, да? Кто-то положил. Ну, я, понятно, что положил, читая, там, смотря, и просто начал выковыривать ее тут щипцами. И возвращаясь к вопросу потихоньку, да, про мечты, вот этот процесс реализации того, как оно, не то чтобы на самом деле, но возможность увидеть, что это было образом нарисованным. Что-то не совсем, из сердца идущая мечта? Да, а вот этот образ, это не про мечту, он про то, что ты куда-то стремишься, но ты стремишься к этому по каким-то причинам. И в какой-то момент происходит дереализация. То есть, ты видишь, что это не так. Вот так картинка, которая была, которую ты видел, на самом деле не совсем такая. Ты видишь, что там есть другая реальность, безопасность небезопасная, и вообще эта позиция не такая уж или там классная, и может быть, я этим и не хочу заниматься. И в этом смысле вопрос про отношения, мне кажется, очень похожий. И вообще, это много с чем, аналогию можно провести. В какой-то момент образ человека, с которым ты знакомился, через него наступает, начинает просыпать сам человек. Потому что в тот момент, когда я с ним познакомился, как-то увидел, столько проектов туда прилетело. просто какие-то невероятные количества. Там у меня мама, папа, лучший друг, еще там... Сестра. Сестра, что угодно туда. Просто вот на человек, на человек возлагается, просто такой вагон твоих ожиданий, твоих фантазий и прочей штуки. и вот эти вот истории, опять же, с триггерами, отвержения и прочими штуками, они постепенно, шаг за шагом снимают. Хорошо, если снимают на самом деле. Я вот читаю книги про отношения, читаю книги про отношения, я вижу, там люди годами живут друг с другом. Ебаро. Токсично вот это. Просто. Как это можно? Можно. Ну и поступает человек, и поступает какое-то отношение твое. Поэтому я не называл бы это мечтой, я бы говорил скорее, это вот то, что ты хочешь видеть, и ты видишь это там в другом человеке. И опять же, то есть история про наблюдение со временем может помочь синхронизировать то, что действительно есть, и твое представление об этом. Ну, опять же, там на разных уровнях. И в этот момент, вот кажется, еще одно решение принимается. А вот эта новая реальность, новая картина мира, она вообще типа окей, не окей? И дальше встает вопрос, ты хочешь продолжать эти отношения? Не хочешь. И если хочешь, ну класс. Тогда просто начинается другая работа. Потому что в этот момент ты начинаешь по-настоящему узнавать человека. Все, что вот там, ну не все, понятно, что это и было узнавание, очищение, то есть снятие проекций, ты просто начинаешь действительно человека узнавать еще глубже. И может оказаться, что он классный. Я подумала, что может быть вот эти вот 90% продолбанных стартапов, которые по статистике случаются, предприниматель, ну то есть, что там один из десяти у тебя выстреливает, может быть, это отчасти про вот это вот, ну... Проект? Проекция, диреализация. Я не знаю, честное слово. Я сейчас просто стараюсь, знаешь как, может быть, я тоже сам себе придумал, может быть, вот моя философия выработанная, это, знаешь, такая попытка эскапизма какого-то, нормальные чуваки работают, работают и просто миллионы зарабатывают. Как надо, ну я не знаю. может быть, может быть, слушай, я просто... Почему люди что-то делают? Вот. Да, и в этот момент здесь, может быть, что угодно. Ну, я как бы почитал книжки по психологии, подозревал, что это проект, слава чему-нибудь. Ну, типа, если это работает, зашибись. Ну, типа, вот мои, 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 вот эти поиски смысла и прочего, они просто, вот, ну, привели к одному простому истине смыслу нет, но вы держитесь. Там книжки и Лома, и там, Франкла, и, в общем, других других, да. Вы экстенциалисты. Экстенциалистов, да, там вот эти четыре базовых вызова. Опять же, вот момент единения у меня тоже пришёл с человечеством, когда ты понимаешь, что у всех, у всех одно и то же. Ну, в смысле, у тебя у всех страх смерти, вопрос свободы и ответственности, смысла и одиночества. Все страдают этим. Ну, то есть, в разной степени, кто-то там где-то больше страдает, где-то нет. И вопрос смысла, он тоже есть у всех. И он, он ответ на него сугубо индивидуальный. Штука в том, что, ну, наше общество предлагает готовые ответы. И вот там образ предпринимателя, этот социальный сценарий, на самом деле, потому что есть другие социальные сценарии, их очень много, и они там от поколения к поколению очень сильно менялись эти социальные сценарии, да, там в 70-80-е было классно быть рок-звездой. Инженером. Да, или там в 50-е космонавтом, это просто, ну, там, не знаю, строителем ракет. В 90-е, там, бухгалтера были, и еще кто-то. Вот. Но, тем не менее, а сейчас вот у нас социальный сценарий, вот он такой классный. И, и он культивируется, и если ты видишь в нем смысл, да, вот то, что я там говорил, про там свой опыт менеджмента, например, я его не видел. Ну, в смысле, в таком формулировке я его не видел, но что-то там, вот здесь, оно видело этот потрясающий смысл и шло к туда. И то же самое с предпринимательством, ну, может быть. Есть засада со сценариями, что произойдет вот эта самая дереализация. Что ты разочаруешься в какой-то момент, в картинке, которую ты нарисовала. И это на самом деле же классно. Ну, то есть, вот идея смысла, опять же, по мнению экзистенциалистов, что он не перманентен, его невозможно найти. Можно, в смысле, как ты его находишь, и он потом просто будет следующий. И еще один, и еще один. И когда для меня эта идея пришла в голову, я просто такой, а, кайф. То есть, мне не надо искать один ответ. Надо искать просто разный ответ. Ты же через подкасты, конференции, мне кажется, следуешь, ну, так или иначе, пассивно или активно, следуешь рынок людей и продуктов, которые, кстати, многие личинки предпринимателей, ну, их next level это стать стартапером. И стартапером. Ну, многих, мне кажется. Но если так вот вопрос провести, 50% там точно будет. И я очень долго, тоже вот у меня сценарий был в голове, что, блин, только, ну, а что дальше? Только предпринимательство. Да. Сейчас я общаюсь с людьми и с друзьями, и вот в подкастах. Я вижу, что, да нет. А что дальше? А ничего. А зачем? Ну, в смысле, это не тлен, это не про тлен. Я еще больше даже скажу. Я вот в прошлом году зимой, я три месяца в Таиланде прожил. Я уходил, задавался вопросом, каково это, вот я был на Самуи, остров, 42 километра в диаметре, вот по дороге, если ехать, два часа езды на мопеде, там плюс-минус. Каково это вырасти на таком острове? Таком маленьком острове? Какая картина мира у этого человека? Какая картина мира у человека, который работает в, не знаю, прибрежном баре, и могу ли я сказать, что он зря живет свою жизнь? И я просто говорю, нет, не могу. В смысле, вот он, ну, он хочет, он может не хочет этого делать, может, это его единственный выбор. Но вот сейчас он видит в этом смысл. Приходить на работу, там, не знаю, лезть на пальму, срезать кокосы, потому что они могут упасть на людей, там, ну, еще что-то. Да, блин, это же классно. И возвращаясь там к вопросу там менеджеров и предпринимателей, и вообще, сейчас мой ответ, типа, ну, если человек делает это, значит, ему это надо. Например, почитайте, если Фрома, бегство от свободы, то у людей есть склонность эту свободу отдавать. Ну, то есть мы боимся быть свободными. Боимся быть свободными, потому что за этим идет ответственность. Да, это правда. И то же самое в терапии и вообще работе с собой. Вот, сейчас читаю книжку, называется «Интеграция самоисцеления» Генри Кристова, пока там где-то треть, хорошо, если прочитал. И там тоже об этом стоит, ну, как бы поднимается этот вопрос, что в тот момент, когда ты принимаешь, когда ты пытаешься прожить, например, горе, утраты, там, человек умер, или человек, ну, вы расстались, ты принимаешь ответственность за это. За себя и за случившись. И за случившись, за свое отношение к этому. А ответственность это тяжелая такая штука, ну, потому что с ней идет много чего в комплекте. Боль, как минимум, которую предстоит пережить, слезы, может быть, еще что-то. И вот, если возвращаться к вопросу смысла и работы, вместе с ответственностью, ну, вместе со свободой действительно приходит очень-очень много ответственности. И это не очевидно вначале. Это может быть очевидно, поэтому человек боится этого делать. Но при этом гораздо проще, да, там, сделегировать свою свободу в внешней системе. Ну, то есть оставаться там... В компании. В компании. Ну, типа, у тебя почему... Что значит делегирование свободы? У тебя есть план дня. Тебе нужно пойти на работу, тебе нужно вернуться с работы, поесть, искупаться, помыться, сходить в зал. У тебя на работе есть жира с задачами или еще какой-нибудь другой органайзер, у вас есть спринты и прочее. Твое время, твой день структурирован. Когда я захожу в одни и те же магазины, когда я не выбираю, там, есть что-то новое, прочие вещи, это, с одной стороны, привычка, а с другой стороны, это бегство свободы. Потому что я боюсь принимать на себя ответственность, а что случится, если я пойду в новый магазин? Или что случится, если закажу это блюдо непроверенное, вдруг оно мне не понравится? И что делать? Что делать? С этими чувствами? Мне будет неприятно. Мне будет неприятно. Ну и дальше, собственно, вот эта вся история. И это нормально. В смысле, это та часть, с которой абсолютно все сталкиваются. Я стал после этого, конечно, стал замечать, где я бегаю от свободы. Например, в отношениях. Ну, через слияние. Через слияние. В этот момент я теряю свободу. И это не классно тоже. И это, понимаешь, парадокс такой, с одной стороны, типа в работе я embrace, свободу и ответственность, а с другой стороны, она находит место, где потом отдаться. Интересно, кстати, я когда тебя слушала, и ты рассказывала про структуру, я думала про себя, возможно, это есть и у тебя, и вообще у многих людей, что если я в отношениях с человеком потоковым, таких более потоковых, чем я, людей мало, но они, оказывается, есть тоже. То я ухожу сильно в структуру. То есть я стараюсь пару вытащить из свободы. А ну чаще всего это я тот человек, который плохо. Я думаю, что многих реально интересует вопрос, стоит ли уходить из найма. Он актуальный. И второй вопрос, вот сейчас, вот сейчас, когда горизонт планирования, один день, иногда два, как бы ты посоветовал себе и нам, что бы ты пожелал себе? Как тревожный человек, если бы я работал, я бы, наверное, все-таки денег каких-то имел бы в запасе, старался. Потому что я, несмотря на то, что тревожности, я никогда ничего не копил, и поэтому был кредит, ну, необходимость кредит у меня была. Вот сейчас я понимаю, что мне было бы сложно, если бы у меня не было денег в разапас. Прямо очень сложно. Ну, с учетом всего происходящего, я бы чувствовал себя максимально неуверенно. Благо, эта часть как-то закрыта. Вот. И поэтому, наверное, первое, чтобы, ну, я пытался бы понять, о чем мне важно вообще. Вот что мне важно там. Какой уровень безопасности мне необходим? Физической, там, идеологической, финансовой, и там, скажем, комбинация какая-то будет. И что мне может это обеспечить? Какие мои усилия могут мне обеспечить этот уровень безопасности? Для того, чтобы я мог действовать. А вопрос дальше действовать куда? В какую сторону? Здесь мы возвращаемся к вопросу смысла, ответ на который, типа, блин, я не знаю, какой там правильный ответ, но если все-таки попытаться, да, что-то посоветовать, мне очень сильно помогло как раз в 20-м году начать делать практику писем ежегодных себе. Я до этого пробовал стикеры, я до этого пробовал просто целеполагание, какое-то и прочие вещи. Потом, через, по-моему, Шмидт-16 наткнулся на блог Фабриса, Фабриса Гринда. Это мужчина. Не знаю, как склоняются французские фамилии. Гринды. И он там описал фреймворк принятия важных решений. По сути, это было описание того, вот ты пишешь письмо, что там должно быть, и какие твои дальнейшие там действия. Ну, базово ты пишешь письмо. Ты пишешь письмо себе в будущее. Ты пишешь письмо себе сейчас. А, сейчас. Да, ты в нем изначально описываешь текущую ситуацию. Что у тебя там происходило вообще, какие у тебя ощущения от прошедшего года, что у тебя сейчас происходит. Ну, в смысле, вот я сейчас работаю там-то, там-то, у меня там во голове какие-то там мысли, или там... Привет, Юра, хочу рассказать тебе, как. Ну, типа... Ну, как, на самом деле, там есть дальше часть, которая обязательно или не обязательно, я ее перестал, правда, сейчас делать, потому что у меня очень много письмо полезло психологии, отношений и прочего, и вот этим уже сложнее делиться. Ну, можно попробовать выделить эту часть, на самом деле, отдельно. Вот, идея такая, ты описываешь свою текущую ситуацию, свое положение, например, профессиональное, предпринимательское, что у тебя вообще происходит. Я добавил для себя сейчас туда, что мне нравится и что не нравится. По сути, я взял туда, на самом деле, я взял туда просто добавил часть с ретроспективой обычной, с Карамовской. Да. Вот. Но она немного отличается тем, что вот что мне нравится, что не нравится, вот именно общие какие-то ощущения. В чем, что есть сейчас. Да, типа, мне нравится делать, например, повторяющиеся задачи, или там, я задолбался, и учитывать тексты, или еще что-то, просто вот так. А третья часть как раз, а как может быть иначе, или что вообще, какие варианты есть. И вот в этой части начинается как раз работа по определению каких-то векторов. Я могу сейчас работать. Я, у меня есть идея какого-то бизнеса вот такая. Может быть, в этом году я хотел бы что-то попробовать, там, хочу научиться рисовать. То есть какие-то такие широкие мазки, там, 6, 7, 10, там, пунктов сколько получается. Вот у меня вчера писал, по-моему, 5 или 6, там, получилось в этом году, и они еще более... То, что я могу, и то, что я хочу. Да, о чем я хочу думать в этом году вообще. И они очень широкими мазками, но при этом они не заставляют тебя принимать решения никакого. То есть ты написал в это письмо, дальше следующий шаг, который Фабрис предлагает, это отправить его своим близким друзьям, чтобы они его прочитали, то, что они видят тебя со стороны, и они могут дать тебе обратную связь. Я вот два года так делал, и реально неожиданно классно было. А, то есть в этих фидбэках ты начинаешь соединяться с вами счастливы? И в этих фидбэках просто видишь себя со стороны немного. И опять же, вот какая-то обратная связь в том, что, ну, чувак, ты вообще-то, типа, уже, да, неплохо там заработал, ты еще сможешь начать, там, в принципе, вот это делать. Понятно, что, ну, человеку никакой ответственности нет. Он наверняка ее чувствует, но при этом он, он зная тебя какое-то время, он может тебе подсветить что-то. И у меня была вообще такая история, что там Юра Веденин, Илья, и вот забыл еще третью. Забыл, к сожалению. Ну, короче, они привели мне прямо коучинг-сессию. Они меня там набустили своими, там, этими. Ну, то есть ты не только, они же не близкие твои друзья? Ну, не супер близкие, но хорош. Ну, то есть... С Юрой мы там достаточно, ну, как было, с Юрой мы часто встречались до вот ковида, по-моему, или после ковида один раз виделись, сейчас уже пару лет не виделись. Ну, типа, Юра что-то про меня знал, остальные ребята знали гораздо меньше. Они просто позадавали. Ну, то есть они все прочитали. Юра спросил разрешение поделиться моим письмом с ними. Они были в курсе, типа, и просто, я не знаю, я очень благодарен за то, что они сделали. Кто-то там пошли в спортзал, типа, вместе. Мы там два часа, я пытался что-то там делать, делать вид, что я задеваюсь, а Глеб мне вопросы задавал какие-то. Ну, или там с кем-то созвонились тоже. Глеб Тертычник? Да. Блин, Глеб, если ты смотришь этот подкаст, я бы тоже сходила с тобой в зал. О, что, Глеб? Ну, вообще, он там может заменить тренера, на самом деле. Ну, в смысле, я пришел и вообще ничего не знал про это. Ну, и, собственно, после этого ты делаешь еще одну итерацию, и вот с этого можно начать. Это, ну, как бы, это на самом деле считается, вот он это предлагал как-то раз в год делать, а я теперь делаю, вот с 22 года я делаю это регулярно. Ну, как регулярно? Без четкого плана, когда я чувствую, что обновилось что-то. То есть я сажусь, перечитываю это, что я там писал себе, и пишу текущую ситуацию. Патрону точно так же. Ну, то есть это просто стратегия на год, по факту. Нет-нет-нет, просто это флоу такое, что я пишу себе апдейты, типа, так, ну вот смотри, сейчас, например, апрель месяц, и там апдейт может быть абзац. Типа, я решил делать вот это, принято важное решение закрыть конференцию. Класс. И потом такой апдейт в октябре. Я говорю, ну, привет, короче, конференцию мы не закрыли. И раз в год ты это рассылаешь. Ну, я рассылал, сейчас я перестал, я же говорю, что мне добавилось так много личного, прям этого, ну, вообще, да. Слушай, я, знаешь, что я сейчас послушала, я поняла, что я хочу такое сделать точно, и я хочу вот пройти это близким друзьям, и чувакам, которых я, которым я восхищаюсь. И это будет часть еще упражнения про отвержение. Да, ответа может не быть, или ответ придет через месяц, ну, типа, просто, или ответ может быть, блин, заебись, классный план, ты молодец, конечно. Ну, это уже неплохо, человек прочитал там. А еще более, ну, коротенькие ответы, комментарии, ну, вообще, вот это, смотри, ты, конечно, молодец, что этим занимаешься, но вообще это не sustainable business, и надо тебе в B2B куда-нибудь пивануться с процесса штаба. Я все понял. Ну, вот, и это взгляд со стороны, ну, то есть, комбинация такого рефлексии, взгляд со стороны, ну, вот мне еще, мне очень нравятся апдейты, потому что, возвращаясь к вопросу смысла, его можно забывать. Его бы классно было бы восстанавливать вот эту связи в сознании, памяти, опять же, дорожки вот эти вот, да, по которым там бегают нейроны, регулярным каким-то чтением, и это у меня большая фанта прочитывать. Да, прочитывать. Но вообще это магия, конечно, что оно работает. Я каждый раз удивляюсь, уже какой год, что если я что-то записал в начале года вот в таком формате, оно как-то, ну, не все, оно как-то начинает происходить. Ну, реально, типа, как мечты, которые сбываются. Да, и я вот там просто записывал, что там быть более честным с собой. Например, просто, ну, такая вот желание у меня было. Я такой понимаю, что, блин, я в этом году вот практически не врал себе. Вот и на контрасте. Я-то помню, типа, что, ну, либо я настолько начал искусственно врать. Нет, ну, я понимаю, что вот в отношениях я был максимально откровенен, честен и... С собой. И с собой, с человеком. Были косяки, точно. И, ну, я там прям виноват, где-то был. Но, опять же, со мной же, там, несколько лет назад я был просто ангелом. В этом смысле. Это тоже сбывается. Ну, знаешь, тоже интересно, я помню писала про отношения, хочу отношения с человеком, который медитирует, занимается спортом и в терапии. и, как бы, они были, но там дальше НО. Но. Это вот если не записал, то там получите, распишитесь. И в этом письме можно раскрыть как раз идею и работы, и этого всего, и закрытия бизнеса, и продажи бизнеса. Там просто потом, если идешь несколько лет подряд, там видны кочующие идеи, которые повторять из года в год. Здесь где-то динамика. А вот эти идеи, они почему-то за разу сидят, И только вот я сейчас начинаю задаваться вопросом, почему они там, почему я это не делаю? Несмотря на все вот эти там какие-то наблюдения и прочие штуки, а они, чёрт побери, живут, и это уже совсем другая история. Да, завершаю подкаст этот. Наверное, пожелаю тебе и себе вот эти идеи, которые там сидят, их доставать оттуда, потому что есть гипотеза, что они, возможно, мешают движению какой-то жизни, энергии внутри. У меня тоже эти идеи есть. Хочется их достать, либо достать и сказать «О, да ты была же облачком!» Или достать и сказать «Реализуйся, пожалуйста, пинель». Спасибо большое. И всем пока! Спасибо, Лен. Пока! Когда обычно говорю «Снято!»